Вернись, это было очень приятное река. Пробует. Готовите их хорошо. И я хотел бы комплимент сказать другим под нами. Хорошо у вас получается, не останавливайтесь, идите дальше. Развивайте это служение дальше. Оно нужно и необходимо. Итак, Господь подарил вам мне это прекрасное время, время общения в лагере, когда мы могли, как бы не отвлекаясь на что-то постороннее, чтобы иметь дебилейский час, иметь общение. И помните, мы в самом начале говорили, что есть время всему. И сейчас я бы хотел, чтобы было время, когда вы могли бы послушать из Библии то, что я бы хотел прочитать, и ту мысль, которую я хотел бы сказать. Поэтому я хочу вас сконцентрироваться на несколько минут, чтобы мы поразмыслили, когда вы вспомнили, чтобы мы проходили. Итак, 21 век. Что мы возьмем с собой, что мы взяли с собой? Что? Тишина. Что мы берем с собой? Что самое надежное? Библию, да? Правильно, молодцы. То есть, можно доверять, можно взять с собой священное описание. Больше всего в нашей земной жизни, кому мы можем доверить? Кому мы можем доверять? Кому? Это мы можем, ну, все отвечать на эти вопросы. Кому? Богу. И еще? Иисусу Христу. Хорошо. Знаете, я хотел бы сегодня сказать несколько слов о выборе. И когда я думал, размышляя на эту тему, то я вспомнил слова, которые записаны в Библии. Там есть какие-то слова. Послушайте. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро. Это говорит Бог. Смерть и зло. Во свидетели пред всеми призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть. Жизнь и смерть предложили тебе благословение и проклятие. И сбери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. То есть Бог дает каждому из нас, из людей и вам, молодым людям, право выбора. И это право выбора, это подарок от Бога, и никто не имеет права похитить это. Каждый день в нашей жизни мы стоим перед выбором. Мы много раз в течение дня даже выбираем. Только мы проснулись, допустим, сегодня, и мы думаем, идти в собрание или поспать, наоборот. Или подойти к концу собрания, чтобы не мучиться, не пойти. То есть мы стоим перед выбором. Как? Какой выбор мы сделаем? То есть каждый день с раннего утра мы стоим перед выбором. Если вы школьники, орлы, с резетки все выделили. С луками должно быть. Когда, если вы в школу идете, то каждый день, если это вопрос, а вы учите этот урок? Или немножко пополонить и подготовить у кого-то списать. То есть каждый день мы стоим перед тем или иным выбором. И мы выбираем. Это наше право. Бог же предлагает здесь, чтобы мы подумали и выбрали. Или выбирали. Выбирали в пользу Бога. В пользу служения Иисусу Христу. И как раз этот подарок от Бога часто использует дьявол. Знаете, есть такой пример, что в вечности человек попал в вечности, то что ему нужно выбирать. И вот он идет, допустим, по дорожке, смотрит, там написано, рай, там ад. В район смотрит. Так тихо, что-то спокойное. Смотрит там, где ад. Там рэп. Хэви металл. Хэви рэрок. Музыка такая. Дискотека. Все. Он сияет, а в нем. Красота. Он думает, ну, это сюда. А тут не нравится. Хорошо. И он туда идет. Красота. Только он подходит туда, прям. Выходит сбоку. Раз ему и кругом выходит. Он говорит, куда? Это пункт агитации. А всех мы введем туда. То есть часто дьявол, когда мы стоим перед выбором, он предлагает нам что-то сияющее, что-то манящее. И мы делаем этот выбор. Можем сделать этот выбор. Но я уверяю, и Бог здесь говорит, и я верю Богу, что когда мы выбираем не в пользу Иисуса Христа, не в пользу Бога, то мы считаем, что это слом. И мы часто пожинаем в нашей жизни это. И я бы хотел, чтобы те, кто выбрали, и Иисуса Христа, выбрали следование за Иисусом Христом, пожалуйста, следуйте за Иисусом Христом. Не делайте это лицемерно. Не поступайте лукаво. Не делайте это неистинно. Потому что может постигнуть нас большое разожарование в жизни. Если кто-то еще не сделал этот выбор, и идти за Иисусом Христом, то смотрите, чтобы вы не касались обманки. Потому что дьявол обманывает. Дьявол дает нам эту рекламу. Рекламу красивую. Рекламу созывающую. Но в отличие от нас, он знает, что надо обвести людей. Он знает, что будет потом. Он знает, что будет сзади этого. Наши людей. Дьявол обманут. И я бы хотел, чтобы вы не были обмануты дьяволом. И в лагере мы рассуждали, мы дискуссировали, как жить здесь на этой жизни, как иметь хорошее отношение с родителями, как решать конфликты, как служить Иисусу Христу. Поэтому я прошу вас и умоляю. Кто считает, что этот выбор нужно делать не сейчас, этот выбор нужно делать потом, когда уже немножко поживу, вы уже обмануты. Дьявол вас уже обманул, если у вас есть такие мысли. Поэтому, пожалуйста, каждый день в нашей жизни, когда вы живете здесь на земле, когда вы стоите перед выбором, то помните, если вы решили идти по этому пути, идти за Христом, то делайте выбор в пользу Иисуса Христа. Это образ мысли Иисуса Христа. Это поступки Иисуса Христа. Это отношение друг к другу Иисуса Христа. Не хартуйте, пожалуйста. Потому что по отношению к Богу это не должно быть. По отношению друг к другу тоже. Знаете, Бог говорит, в Священном Писании, Бог говорит в откровении, что и с искренним я поступлю как? Искренним. То есть, с искренним Бог будет поступать искренне. Если вы по отношению к Богу относитесь искренне, всех касается, если к Богу вы относитесь искренне, Бог одной отнесется и к вам искренне. Если вы по отношению к Иисусу Христа не будете искренны, это лукавство вы пожьете в своей жизни. Поэтому сегодня еще раз напоминаю. Вот сегодня предложим тебе. То есть, Бог сегодня предлагает каждому из нас. Выбери жизнь. А что такое жизнь? Смейте того, что мы сегодня пели, говорили. Что такое жизнь? Я есть. Кто жизнь? Кто жизнь? Скажите, пожалуйста, кто жизнь? Кто жизнь, скажите? Кто жизнь? Я не слышу тут пару сестеров. Кто жизнь? Кто для вас жизнь, скажите, пожалуйста. Почему вы стесняетесь? Кто для вас жизнь, скажите? Для вас кто жизнь? Скажите. Для кого жизнь Иисус Христос? Поднимите вашу здоровье. Если это действительно так. Для вас, через Иисус Христос, вы сделали этот выход. Идите за Иисусом Христом. Не стесняйтесь. Это действительно требует большого мужества. Большого мужества в нашей жизни. Когда мы выбираем этот путь. Путь поступков Иисуса Христа. Принцип жизни Иисуса Христа. Самоотношения. Это друг с другом. Это не легкий путь. Этот путь выбирают мужественные люди. И в Евангелии я сегодня прочитал такие слова. Оказывается, те, кто не выбирает это, как их назвать? Когда я взял Евангелие, мне написано «поязливый». Боязливые же и неверные. То есть, те, кто боятся, боятся в своей жизни выбрать этот путь. Продолжение следует... Продолжение следует...